МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Неплохой бизнес сделали наши купцы в 19 веке на продаже чая. А сегодня этот напиток может сослужить добрую службу не только отдельно взятым торговцам, но и всему региону. Как это так? Расскажем точнее. Вы смотрите наш тележурнал. Тележурнал о людях, явлениях и событиях. С вами Ольга Солоницына. Здравствуйте. В России составлен рейтинг самых острых проблем ЖКХ. Впрочем, рейтинг новый, а проблемы только меняются местами. В лидерах непрозрачность платежей. На третьем месте капитальный ремонт. Но мы остановимся на втором. Это проблемы с управляющими организациями. Как отмечается в исследовании, конфликтов, связанных со сменой УК, стало больше. И самая жаркая борьба разворачивается за новостройки. В Тюмени в такой ситуации сейчас жильцы нового дома в районе Зарики. Самостоятельно он не должен принимать решения. Он должен все равно протокол общего собрания жильцов сначала. Рейдерским захватом называют жильцы смену власти в этом доме на улице Муравленко. С 96-го года здание обслуживает ТСЖ Заречи. В июне сменился председатель правления. В итоге весь коллектив остался не при делах. Нас форма управления товарищей собственников жилья вполне устраивала. У нас был свой расчетный счет. С поставщиками контроль мы везде оплачивали вплоть до подрядчиков. Имели свой расчетный счет. Контролировали все свои доходы этого дома. Утверждали смету. И мы тут узнаем, что заключен договор именно управления с управляющей компанией «Жилищник». Тут и начались проблемы. Замки на всех подвальных дверях сменили. Опечатали офис ТСЖ, соответственно, квитанции жители не получают. По-новому стали выглядеть информационные доски. О прежней компании больше ничто не напоминает. Хотя есть мастер, уборщица и бухгалтер, который пытается передать документы. Давайте по этому пакту приема-передачи официально все документы передадим. Я так не буду вот так вот зайти в подъезде передать. У меня есть деньги, зарплата уборщицы. Я же сказала, допустите меня к работе, я составлю акты, передам. К управляющей компании обратились, чтобы сэкономить, комментирует новый председатель ТСЖ. Содержать целый штат на одном доме крайне невыгодно. А новый партнер обещает тариф не поднимать. При этом план работ согласовал обширный. Я сейчас заправду. У нас есть все видеодоказательства, материалы видео, чтобы выносились документы. Мы сейчас отдали дом, заключили договор на содержание в рамках закона, в рамках устава. Потому что устав разрешает на содержание заключать дома. Здесь и кроется суть конфликта. Председатель ТСЖ имеет право нанимать подрядчиков на конкретные виды работ по договору обслуживания. Но в документе, который добыли жильцы, прописан договор управления. По нему полномочия у компании будут шире, чем у простого подрядчика. И для его подписания требуется решение общего собрания. Никакого рейдерского захвата не было. Мы работаем на основании протокола правления от 22 июня 2016 года. На основании этого протокола был заключен договор на управление. Соответственно, мы приступили с 1 июля. Кто встанет у руля ТСЖ или управляющая компания, могут решить только собственники. Общие собрания намерены провести в ближайшее время. Александр Крещаков, Александр Вележанин. Тюменское время. Еще пара штрихов к информационной картине дня. Продолжаем коротким блоком событий. Тюменские извозчики просят местную власть изменить правила работы такси. Дело в том, что их не устраивает 69-й федеральный закон. По мнению активистов, он привел к беспорядку на рынке. Например, роль диспетчерских служб в нормативном акте никак не прописана. В результате страдают легальные такси и бомбилом это на руку. Дело и в самом разрешении на деятельность. Сделано предложение по увеличению стоимости этого разрешения. Потому что оно чересчур доступно. Сделано предложение по введению обязательного обучения этой профессии. Потому что, опять же, эта профессия чересчур доступна. Сделано предложение о включении этой профессии в реестр профессии. Закон о такси есть, а профессии такой нет. Весь сборник предложений представитель гильдии таксистов передал в региональное правительство. Извозчики надеются, что это изменит ситуацию на рынке. Новый турниковый комплекс стоимостью 200 тысяч рублей появился в микрорайоне Тура. Местные жители одержали победу в битве дворов. Все от мала до велика отжимались, подтягивались, выполняли другие силовые упражнения и получили от жюри максимальное количество баллов. Турник установили на деньги спонсоров при поддержке управы Ленинского округа. И это не последняя площадка, которую обустроят там в этом году. Мы в этом году благоустраиваем 15 дворов. Во всех дворовых территориях будут турники или турниковые комплексы. Мы благоустраиваем сквер гимназистов возле 12-й гимназии. И там будет турниковый комплекс, спортивная площадка. Будет на лесобазе в районе 28-й школы. Ну и мы сейчас обсуждаем пару турниковых комплексов. Появится в центре города в районе КПД. Трехчасовая экскурсия на теплоходе по туре и денежные премии ждут победителей конкурса «Цветы Тюменского района». До середины августа организаторы принимают заявки и фотографии необычных пылесадников, клумб и балконов. Всего 10 номинаций. Среди них цвету у храма, у памятника и у подъезда. Соревнования для творческих пенсионеров проводятся уже десятый раз. Специальная номинация у нас есть новая. Это лучший цветовод района «Мужчина». Наша цель, чтобы наши села Тюменского района становились все краше, соответствовали названию «Столичный район». В прошлом году на конкурс поступило 120 заявок. В этом ждут еще больше, особенно от жителей маленьких сел и деревень, таких как Зырянка, Океары, Малиновка и Криводаново. А теперь о дне грядущим. Теленавигатор подскажет, какие улицы завтра стоит объезжать, чтобы не стоять в пробках. Итак, до 15 августа будет закрыт для движения безымянный проезд, что соединяет авторемонтную с Ямской. Здесь идет замена теплосетей. Лучше исключить из маршрута и Тобольский тракт. Из-за дорожных работ от Мельника и Тедосудоремонтной для движения доступен только один ряд. Из-за замены теплосетей закрыта для проезда и улицы Рджиникидзе от Комсомольской до Елецкой. По этой же причине на улице Самарцево до конца августа перекрыт участок от Южной до Худякова. Но сейчас к другим темам. Тюменские предприниматели взяли на вооружение китайские маркетинговые уловки. Принцип известен. Подделываются товары известных брендов, а чтобы не было проблем с законом, немного меняется наименование. Визуально отличить надпись «клон» от оригинала невнимательный покупатель просто не в силах. Правда, в Тюмени маскируются не под известные бренды, а под социально важные предприятия. Наш следующий сюжет вас предупреждает, а значит вооружает. Срочно запишитесь на чистку слива в квартире. Такие объявления появляются сплошь и рядом. И часто собственники откликаются, даже не задумываясь. В ТСЖ нам сказали, что никаких процедур нам не требуется. Поэтому позвоним по этому номеру и узнаем, кто это такие. Вас приветствует организация «Водоканал-сервис». Внимание, это автоматическое сообщение. Перед тем, как вас записать, сообщаю, что стоимость данной процедуры составляет всего лишь 400 рублей. После сигнала продиктуйте ваш адрес. Пожалуй, никому не буду оставлять свой адрес, а уточню, в чем же все-таки дело. В Тюмени только одна контора с таким названием. Ее сотрудники занимаются промывкой уличной канализации, устранением аварий. Но услуг, как в объявлении, они точно не оказывают. Однако с января клиент ежедневно настоятельно требует по телефону почистить слив в квартире. Поэтому коммунальщики сами пытались выйти на фирму «Теску». Был только ответ на один отзвон. К нам позвонил диспетчер, представился, что это «Водоканал-сервис». Мы его начали расспрашивать, что за организация, какая организация. Он внятного ничего не мог сказать и положил трубку. Фирм, прикрывающихся именем «Водоканала» в Тюмени очень много. Так, недавно появились люди, которые предлагают за 700 рублей установить и зарегистрировать ваш счетчик воды. Но дело в том, что этим могут заниматься только уполномоченные службы. Это или управляющая компания, или Тюмень-Водоканал. Тюмень-Водоканал привлекает иногда подрядчиков, которые устанавливают приборы учета, после чего их регистрируют. Но на акте регистрации, необходимо обратить внимание, написано, нарисовано капелькой, написано «Росводоканал-Тюмень». То есть вот только эти акты будут приниматься. Чтобы не попасться на удочку пронырливых предпринимателей, каждый раз уточняйте информацию в управляющей компании или же в справочной Тюмень-Водоканал. Номер вы видите на экранах. Карина Закриянова, Евгений Проскуряков, Тюменское время. Здесь счет идет на тысячи рублей, а в случае ремонта, например, кухни, только гарнитур может стоить десятки, а то и сотни тысяч рублей. Но есть варианты, когда мебель будет радовать не только красотой и практичностью, но еще и сэкономленными на ее покупки деньгами. Компания «Мебельгрупп» работает на рынке Тюмени и области уже 11 лет. Она производит мебель как для дома, так и для детских садов, школ и офисов. В этом году здесь запустили новый проект «Просто». Вы должны замерить свою кухню, замерить размер своего помещения, выбрать модули, которые вам понравятся, составить из них свой дизайн-проект, выбрать нужные фасады, фурнитуру и столешницу, и вы получите свою индивидуальную неповторимую кухню. Кухня «Просто» представляет собой 11 модульных шкафов и столов, 42 вида фрезеровки фасада, 390 вариантов пленки, 90 столешниц и 128 видов ручек на выбор. Честно говоря, я и не почувствовала, что они модульные, потому что она полностью реализована согласно эскизу, которую мне предоставила дизайнер, что превзошло все ожидания. Собственно говоря, одно могу сказать и рекомендую. Учитывая непростое время, покупатели очень порадует цена, ведь кухню они получают напрямую от производителя, исключая посредников. На семейном совете решили с женой, с дочерью обновить кухонный гарнитур. Посмотрели, поездили по темене, по всем предприятиям, которые изготавливают кухню, сравнили цену, качество. Качество, конечно, у моих хорошего есть, но цена оставляет желать лучшего. То, что заказали мы здесь, с полным набором фурнитуры, металлических изделий, обошлось в ровно в два раза дешевле, чем в других салонах мебели. Каждый клиент может сам собрать кухню своей мечты, как конструктор, не ограничивая фантазии себя или своего дизайнера. Анна Чханадская, Екатерина Горохова, Владимир Кондратьев. Тюменское время. Спонсор нашей программы Кулига-2. Новая коттеджная застройка в экологически чистом районе. Земельные участки около Кулига-парк в новом коттеджном поселке Кулига-2. Телефон 60-30-32. 60-30-32. Впереди пара мгновений рекламы, и вот что будем смотреть далее. Откройте доктору. Зачем участковые врачи навещают здоровых пациентов? Отдых с изюминкой. Что нового в области можно и самим посмотреть, и другим показать? Весь город – театр. Тюменцам покажут экспериментальные постановки в самых неожиданных местах. Сначала была бизнес-перепись, потом сельхоз-перепись, и сейчас еще и мед-перепись. Но она от первых двух отличается. По домам ходят участковые терапевты, и наши доходы, наши национальности им вовсе не интересны. Зачем доктор стучит в дверь, и почему нужно открыть обязательно? Уточняем. Здравствуйте. 14-я поликлиника. Медсестра. Перепись. Поселение провожу. Богдана Иванова обходит каждый дом на своем участке. За день по сотни квартир. Территория знакомая. Некоторые пациенты уже как родные. Здравствуйте. Проходите. У Лидии Николаевны давний сахарный диабет. Врачи навещают частенько обезболивание, перевязки. Но на этот раз медсестра выясняет количество проживающих. Попутно интересуются, нужны ли лекарства. Льготники на особым счету. Они всегда звонят. Есть у вас достатки? Мы столько-то дней не будем работать, чтобы у вас оставалось, чтобы у вас было. В 14-й поликлинике медики обошли уже почти все взрослое население. Остались малыши. Тимошку с мамой переписывают как раз перед поступлением в садик. Поэтому уточняют и прививки. Вы знаете, что манту нужно поставить перед детским садом. Это обязательно. Это у нас проверка на туберкулез. Без манту в садик не возьмут. Обычно пациентов считали по осени. Но в этом году начали раньше. Микрорайоны растут стремительно. Количество населения тоже на съемных квартирах. Жильцы частенько меняются. Даже если ваша прописка не совпадает с фактическим местом проживания, на медицинскую помощь в близлежащей поликлинике можно смело рассчитывать. Неотложную окажут в любом случае. А вот для плановой придется приписаться? Да. Здравствуйте. Для оформления попросят паспорт, полис и документ, подтверждающий место жительства. Например, договор аренды. Пациент пишет заявление по утвержденной форме на имя главного врача поликлиники. С просьбой о прикреплении прилагает необходимые документы. Решение рассматривается, принимается в течение пяти рабочих дней. В результате переписи нескольких новых пациентов уже прикрепили. Выявили и тех, кто не прошел диспансеризацию. Ну, например, вот по десятому участку медсестра в результате переписи люди, которые были приглашены на флюорографию, у нас не были прикреплены опять же в результате миграции. И был обнаружен туберкулез. У педиатров цели медицинской переписи еще шире. Сколько инвалидов, сколько опекаемых детей, какие семьи неблагополучные, где там злоупотребляют алкоголем. Это передается социальному работнику. После столь масштабного учета может измениться и количество участков. За полгода в детском отделении этой поликлиники два уже добавили. Но каждый месяц сдаются новые дома. Сейчас медики ждут активного заселения в районе Ашана. Юлия Сауляк, Евгений Проскуриков, Тюменское время. Рекордное число участников в этом году показали свой стальной характер. Одноименный экстремальный забег совершили почти 3000 человек из шести регионов Уральского округа. Уверен, этот забег будет нелегким, но позволит вам проверить свои силы и возможности, проявить взаимовыручку и с достоинством выдержать испытания. Забег и вправду в этом году был нелегким. Трассу удлинили на километр. Своих сложностей добавила и жара. Так что все, кто добрался до финиша, доказали, что и их характер точно из стали. А с другой стороны, приехавшие на гонку, они ведь не только спортсмены, но и туристы. Однако не только события окружного, федерального и международного масштаба привлекают в нашу область. Туристических изюминок региону стараются добавить и предприниматели. Что нового можно и самим посмотреть, и другим показать. Вот вам ответ. Этой сосне 250 лет. Ее мог видеть Дмитрий Менделеев. Село, в котором он жил, в 6 километрах от этого места. Крона дерева свежа, ствол крепкий. При том, что более 30 лет она находится вблизи от действующих производств предприятия «Сибурт-Тобольск». Экотропа в полутора километрах от промплощадки. Главная задача этого проекта – показать, во-первых, все биоразнообразие нашего региона. Здесь реликтовые таежные смешанные леса с уникальными растениями, биоиндикаторами, которые восприимчивы к изменениям экосистемы. Ученые разработали три маршрута. По пути следования установили информационные стенды. Эта тропа носит такой естественный характер, она наиболее интересна для иностранной части туристов, нежели для российских. Нам почему-то больше хочется сейчас ухоженности, облагороженности. Здесь действительно достаточно интересные растения, краснокнижные растения, несколько видов различных орхидей – лилия саранка. Очень редкие растения – адонис сибирский, лишайник, лабария легочная. Он мгновенно погибает от сигаретного дыма, а здесь произрастает. Здесь живут лоси и рыси, гнездятся птицы. Были даны рекомендации по регулированию выбросов на факел в период миграции перелетных птиц. В площадке строительства комплекса «Запсибнефтехим» было пересажено 13 видов редких и охраняемых видов флоры и всего 137 особей. Они были пересажены на 7 мониторинговых площадок. Одна на экотропе действует постоянно. Здесь, в присутствии членов общественного совета, ученые провели исследование на определение углеводородов нефти в воздухе. Они не обнаружены. Земляника под ногами, шишки, деревья, зелень кругом, комары особенно. Это здорово. Все же у нас экологичное производство, которое не позволит потерять, погубить эту природу. В санитарно-защитной зоне промышленной площадки намерены проводить экскурсии с целью повышения экологического просвещения населения. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тюменское время. В следующем году по Тюменской области пройдет еще и Великий Чайный путь. Наш отрезок этого федерального туристического маршрута составит 695 километров. Программа рассчитана на 5 дней. Ориентировочная стоимость такого тура по системе «Все включено» 25 тысяч рублей. Эксперты Минкульта готовность Тюменской части оценили положительно. Но посоветовали добавить эксклюзива, как, например, это сделали наши соседи из Перми. Здесь местное село Суксун оспаривает право Тулы называться родиной самоваров. После того, как корпус был запаян, ему нужно было придать форму ремки или банки. Для этого он одевался на болванку, деревянную пресс-форму, закреплялся на давильном станке, и бадагом ему придавалась уже форма. Вот так на коленке суксунские кустари производили самовары в небывалых масштабах. К середине 19 века в крошечном городке было 80 мастерских. В год выпускали по 25 тысяч изделий. У суровых уральских мастеров они назывались незатейливо, по-мужски. Делали самые разные самовары в разных, так сказать, фасонах. Но здесь традиционно уже кустари делали рюмка и банка. То есть они не заморачивались на каких-то сложных изделиях. Зато отличались изящества моделей, производимые на всемирно известном суксунском медипловильном заводе купца Демидова. Его изделия были отчеканены авторскими рисунками и старообрядческими узорами. Они пользовались спросом на ярмарках по всему великому чайному пути. И получили ряд наград на международных конкурсах. Несмотря на то, что родиной самовара принято считать Тулу, впервые он появился все-таки на Урале. В Суксуне производство было развернуто еще в 1740-х и просуществовало вплоть до 2000-х годов. Тульский самовар, по мнению ученых, появился в 1746 году. А вот суксунский 16-фунтовый экземпляр был упомянут в исторических документах на 6 лет раньше. Начало производства связано с освоением Урала. До прихода Демидовых здесь ведь край был не освоен, что в Свердловской области, так называемой, что в Пермском крае. Демидовые появились, появились первые заводы медные, железные. Отсюда, значит, часть меди шла на изготовление посуды и самоваров. А мастеровые привезены были из центра России. Многие так и остались на Урале. Так здесь выросла целая династия медных дел мастеров. Этот суксунский памятник самовару самый большой в России. Высота сооружения 3 метра 20 сантиметров. Вес 900 килограммов. Вот эти скульптуры символизируют достаток, благополучие и гостеприимство. Поэтому среди местных жителей существует поговорка, что в Суксун как раз-таки со своим самоваром ездят. Все фотографируются у нас тут после свадьбы. Традиции уже постоянно там фоткаются. Слышала, что туда деньги кладут, по-моему, чтобы жить в достатке в будущем. Гостей чайной столицы Урала всегда ждет теплый по-настоящему семейный прием. Екатерина Шадрина, Алексей Безделов, Тюменское время, Пермский край. Тюменцам покажут экспериментальные постановки в самых неожиданных местах. Виновник такого театрального торжества – театр мимикрия. Его творческие инициативы ко дню города уже не умещаются в один проект «Сны улиц». Поэтому и появилась целая фабрика снов. Крыльцо вместо сцены с спектаклями в необычных местах, казалось бы, тюменцев уже не удивить. Каждый год мимикрия проводит фестиваль «Сны улиц». Целый день в сквере Комсомольске выступают театры со всей России и из-за рубежа. Мы давно хотели расширить формат фестиваля «Сны улиц». Решили это сделать до фестиваля, до дня города, проектом «Фабрика снов», в котором принимают участие уличные коллективы, тюменские. Это детская фабрика, сегодня очень много детей, и мы показываем сегодня детские уличные спектакли. Сегодня много детей, и ты сам пришел со своей дочкой? У Евы сегодня дебют, она первый раз на детском празднике, и это театральный праздник, но вся в папу. Весь июль по субботам будут давать спектакли разные творческие коллективы города. На открытии проекта выступил иллюзианист Александр Яблочков и семейный театр «Тимошка». В таких мероприятиях мы еще не принимали участие, на улице, чтобы так много народу было. Было волнение, потому что сегодня ветрено, а у нас декорация вся на тканях, и поэтому мы переживали за то, что все начнет сдувать, все куда-то полетит. В спектакль спасли камни, которые привязали к декорациям, так что 500 зрителей первой смены на «Фабрике снов» остались довольны показом. Вообще все классно. Мне больше всего понравилось, где выступал фокусник. Мы здесь рисовали, рассматривали все. Кроме просмотра спектаклей, в антракте и перед началом показов ребят развлекали, шутили клоуны, проходили мастер-классы и игры. Совсем не удивительно, что именно в доме Буркова решили устроить детский день атмосферы для такого праздника самое подходящее. У его владельца, купца Василия Петровича, было 8 сыновей и 2 дочери. А после Великой Отечественной войны здесь располагался детский сад. И уже в 90-е в стенах особняка открыли центр эстетического воспитания. В следующую субботу сменят место, время и тематику. Вечером 16 июля у 5-й гимназии свои работы представят танцевальные коллективы. Но прежней останется насыщенная программа на интерактивных площадках и бесплатный вход для всех. Дарья Власова, Антон Пригорницкий, Тюменское время. И сейчас еще одно представление, только спортивное. Невообразимые пируэты и опасные трюки на роликах показали в Тюмени профессионалы со всей России и также приехали из-за рубежа. Мастерством поделились звездные райдеры из США и Канады. Это направление только набирает популярность. И если думать на перспективу, то ребенку можно отдать именно в этот вид спорта. Профессионально вставать на ролики рекомендуют с 6 лет. Роллерблэдинг – такой спорт, как бы не очень развитый. Он только развивается еще. Ну и высоту, мне кажется, ты доставишь себе сам. Есть как бы мировые соревнования очень крутые, где по 2000 человек приезжает и с ума там сходишь. Ближайшие мероприятия пройдут через неделю в Стокгольме. Роллеры из Тюмени в числе участников. На территории области все еще хозяйничает погожий антициклон. Поэтому лето продолжается. Далее о погоде точнее. Прогноз представляет строительная компания «Злата Горница». Строительство вашего здорового дома. Строим эксклюзивные деревянные дома. Уникальный диаметр бревна, ручная рубка, кировский лес. Теперь и в Тюмени. «Злата Горница». Здоровые дома. Итак, в Тобольске преимущественно без осадков. На термометрах 25-27 градусов. В областном центре осадков не ожидается. За окном 26-28 со знаком «плюс». И на этом у нас все на сегодня. Завтра будет новый день. А вместе с ним новые люди и явления событий, о которых мы расскажем вам точнее. Спасибо вам за внимание. И обязательно увидимся. Редактор субтитров А.Семкин